Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Kia Sportage 2012 года выпуска Двигатель 2 литра, бензин, автомат, передний привод Пробег на автомобиле 86 тысяч километров На этом автомобиле я сегодня заменю втулки и стойки заднего стабилизатора Для этого поднимаю автомобиль Снимаю оба задних колеса И откручиваю его в стойки Поднял автомобиль Снял колеса Ослабляю гайки Вот эти болты Головка на 14 Также ослаблю гайки На стойке стабилизатора Гайки На 17 Сзади можно болты побрызгать Попробую крутить пистолетом О, хорошо Стойка открутилась Без вопросов Без вопросов Так Вот эта стойка Нормальная Со второй стороны Стойка стукает Как стабилизатор натянут Второй стороной у нас Без вами мы ранее КОНЕЦ Здесь задние подвески. Помимо стука еще скрип шел. Полагаю, что скрипела втулка стабилизатора. Беру новую втулку 55513-3Н100. На старой втулке маркировка. На старой втулке я не вижу маркировку. Здесь на втулке снизу еще B16-18. И здесь и здесь они одинаковые. А на торцах... А, вот где на торцах. 3Н100. Здесь торец. Здесь торец сбитый. Котер смог прочитать. Да, 3Н100. Диаметр. Он не круглый. Он имеет вот такую продолговатую форму. Я сначала думал, здесь так разбито. Но здесь, в принципе, выбито больше. Вот как видно вверх и вниз. Здесь меньше. Смазываю и вставлю. Втулка идет армированная железом. Втулку снаружи мазать не буду. А вот скобу смажу, чтобы затягивая ее у меня подтянуло. Немножко вот смазал верх-низ. Смазал. Смазка, которая FAB для сборки суппортов, смазки направляющих. Резину она не разъедает. Штука хитрая. Резину она не подкарывает. надо снимать целиком стабилизатор откручиваю вторую сторону тоже снимаю целиком стабилизатор откручиваю вторую сторону тоже меняю втулку потом одеваю скобы на втулках уже на земле и ставлю сам стабилизатор сразу вместе со скобами и со втулками ящик набирает и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, надел я скобы на втулки. Теперь наживляю стабилизатор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, стабилизатор наживил с обоих сторон. Вот он одел втулки и на втулке одел скобы в тисках. То, что я вот здесь смазывал смазкой снаружи, я смазку эту стер. Здесь смазка не нужна, потому что со смазкой одеваешь, она слазит, одеваешь, она слазит. Все протер и одел скобу с одной стороны и с другой стороны. И таким образом уже смог наживить. Беру стойку стабилизатора. Не знаю, почему, но стойки стабилизатора разные. Что-то в них разное. Что в них разное, я так и не понял. Правая сторона 55540, 3R00. Левая сторона LH 55530, 3R00. Правая еще помечена белой краской. Ну, как должно быть, так и стоя. Это у нас правая сторона. Смазываю резьбу. И устанавливаю ее на место. Смазываю резьбу. Точно так же, со второй стороны. Опять же, что у них разного, я не понял. Может быть, кто знает, напишите. Потому что она абсолютно одинаковая. У нее нет угла. У нее нижний шар. Подвижный, относительно этого, 90 градусов. Отделайся. И всея. Всея. То. Точно так. Отдел quandsung лежит. Подпишитесь. Подпишись. mistyou. Подпишись. 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 все установил вернее все наживил теперь можем протягивать стабилизатор у нас стоит ровно правой относительно левой стороны затягиваем все остальное все остальное ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Компрессор успокоился. Ну все, затянул я и стойки стабилизатора, и втулки стабилизатора. Ставлю на место колеса, опускаю автомобиль. И на этом замену задних втулок и задних стойк стабилизатора я закончил. Менять надо, снимая полностью стабилизатор. Так удобнее, чем мучиться на автомобиле. Всего вам доброго!